Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Личный. Друзья, неожиданно, проездом ко мне в гости приехали семья Дубовских. Саша, привет! Всем привет! Я очень рад тебя видеть на Алицкой нашей земле. Неожиданно, с утра звонок, вечером ты уже у меня. Хотя я в это время с утра был тоже у друга в Вильнюсе, проезжал тоже смотреть виноградник. Ну, раз ты уже приехал, надо сделать совместный ролик. И я хотел бы для своих подписчиков, многие мои подписчики знают тебя по тем роликам, когда я был у тебя. И на твоем прекрасном винограднике и цветочной ферме, помню до сих пор. Саша, скажи, пожалуйста, вот пару советов, может новичка, может даже уже и не новичка. Как вот сейчас сезон созревания ягоды и лозы? Какими препаратами, что лучше, сроки, сколько, количество. Посоветую, как быстрее дать ягоде сахар, а виноградной лозе, вызревание лозы самой. Юра, ну что я тебе хочу сказать. Особых тут секретов нету, все как обычно. Самое главное, и всегда я говорю об этом, это нормировка виноградного куста, начиная мы весной. То есть четкая нормировка побегами, да. И в дальнейшем мы нормируем куст урожаем, чтобы не было перегруза. То есть перегруз виноградного куста, как побегами, так и ягодой, сказывается на сроках созревания ягоды, а также на сахаронакоплении. Если виноградарь начинающий, не начинающий, все сделал весной правильно. В течение всего летнего периода, ведь у вегетации выполнял определенные правила, какие. Своевременный полив, вот. Поливая, допустим, как свой виноградник, да, все-таки он находится у меня в Гомельщине, это юг, плюс теплица, основная масса. То есть я поливаю себя два раза в неделю. Кромный сезон? Ну, можно сказать, да. От начала вегетации до созревания? Да. Единственное, что во время созревания ягоды, да, и я хочу заметить, что маленький совет для начинающих. Я думаю, твой канал смотрят и новички. Кто захочет посадить не два, а три кустика, а может пять, шесть, семь, восемь, десять, условно, скажем так, то что могу посоветовать из собственного опыта? Когда будете высаживать виноград в ряды, да, либо кто-то будет в теплицу, либо это будут улица и в ряды, то сразу высаживайте не по цвету красный, розовый, зеленый, да, а высаживайте по срокам созревания. То есть у вас идет первый ряд ультра ранний сорт сорта, потом ранее, очень ранее, 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 среднее, среднее. Для чего? В дальнейшем, когда начинается процесс созревания ягоды, возвращаемся к поливу, то для того, чтобы все-таки немножечко поднять сахар, я те сорта, которые не нуждаются уже полива, нуждаются в лучшем сахаронакоплении, я их просто на пустыне поливаю, подсушиваю, скажем так, да. Но при этом, что еще хочу добавить, я еще работаю калийно-фосминным давлением, ну, больше все-таки калийными. То есть у меня, я работаю кристаллон коричневый, из расчета 30 грамм на 10 литров воды, да, обрабатываю самые каждые 5-7 дней, вот, для лучшего возревания лазосахаронакопления. Также работаю, даю магний. Под корень? Нет, я по листу. По листу. Но магний я уже даю буквально 3 раза. 3 раза я даю, то есть я его не делаю в баковой смеси, почему что... Отдельно. Отдельно, потому что калий и магний, они же антагонисты, они как бы не дружат, поэтому, чтобы не было всех этих хлорозов, все, я вот дал калий, там, через какое-то время магний, все, проходит там 2 недели снова магний, то есть, ну, потому что магний очень важен для виноградного куста, вообще, в целом, его развитие. Вот. Калий у нас идет для лучшего сахаронакопления, вызревания лазы, да, а магний немножко для другого. Так вот, из моих советов, что? Водный баланс соблюдаем, то есть, в случае, уже где-то смотрим, если это улица, да, то уже ничего не сделаешь, когда дождем. Конечно. Если это теплица, то, естественно, да, мы полив уменьшаем. Также не забываем про подкормки калия. Вот, калийные подкормки. С листом что делать? О, гроздях, чеканка. Ну, естественно, да, это обычные процедуры, кажется, я уже, может, да, об этом надо наговорить, ну, я уже, знаете, как, уже об этом не говоришь, просто уже делаешь, кажется, на автомате. Естественно, вот, как мы можем увидеть у Юры, да, уже сделана чеканка, вот, посмотрите, да, все обрезано, то есть, уже вот обрезаны крайние пасынки, смотрите, обрезано на два листика, все, вот, то есть, уже основная почка не проснется, почему, что у нас есть пасынок на два, обрезано на два листика, то есть, пасынок является старожком основной плодой почки, все, будет все хорошо. Я вижу, что у Юры тут лист чистый, виноградник ухоженный. Стараемся, Сашка, стараемся. Все тут очень здорово, классно, я вообще, честно сказать, я зашел, я был в шоке. В наличии, где холодно, где вот Юра, вот, буквально сейчас вот зашли, посмотрели на градусник, да, и там показывает ночную температуру, ну, сохранилось в памяти, да, плюс 8 градусов, и тут такая красота. Юра, ты молодец, классно. Спасибо, Саша, стараемся, да, погодных условий нам не хватает. И, друзья, хочу вам сказать, поблагодарить Александра, он приехал с Гомеля, привез к нам на Гронище, но тепло, наконец-то у нас будет теплая, жаркая погода, обещается, но птики целую неделю до 30 градусов. Поэтому надеюсь, что яхода созреет и наберет сахар, и мы будем, наконец-то, ее кушать. Александр, спасибо тебе большое за твой совет. Я думаю, моим подписчикам это будет очень-очень хороший совет в дальнейшем и настоящий. Все, спасибо, друг, что заехал. Спасибо тебе, что принял меня на ночлег. Принял, конечно. Я проездом. Пойдем, друзья, кушать шашлык. Все, спасибо. Всего доброго. Всем пока. На этом заканчиваю свой ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем здоровья, мира и добра. Всем пока.